Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне на канал. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена и сегодня у меня на канале будет видео, в котором мне бы очень сильно хотелось вам рассказать о том, какие планы у меня на наступившую осень. То есть на сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот, на целых три месяца. Если честно, я хотела бы вам сказать о том, что самые два главные процесса, один из которых мне надо закончить в ближайшее время, а это именно викторианский дом, и именно он должен будет закончиться в осени. Конечно, я его ставлю в основной план на осень. Потом процесс, который мне тоже обязательно нужно вести, один из основополагающих, это Аврора от Диманджинса. Это, опять-таки, еще один процессик, который я в любом случае хотела бы включить в план на осень. И плюс два моих долгостроя. Два процесса, которыми мне хочется тоже заниматься, для того, чтобы все-таки, ну, как-то бороть, что ли, этот долгострой. Вот, огромный, который у меня есть, это процесс Японка от Лука Ай-Эс и за мечтой от Золотых Ручек. Значит, это еще два процесса, два долгостроя, которые я вписываю в свой план на осень. Единственное, что я хотела бы сказать в данный момент. Как вы помните, у меня есть еще работа от Барвистовой Шиванки, Моя Орхидея. Та работа, которая, к большому сожалению, меня встряла по той простой причине, что меня настолько расстроил этот бисер, вот проблемы с бисером. Вы уже смотрели, я думаю, эти видео. Напоминаю то, что там бисер потемнел, и тот бисер, которым я стала вышивать последние самые этапы, он оказался светлее, и меня настолько сильно это отвернуло от этого процесса, что этот процесс, конечно, есть, но я его не буду пока все-таки вышивать. Вот, значит, что я хочу сказать. И есть еще накаточка от Магии Канвы, которую я тоже начала вышивать, но я думаю то, что эту работу я все-таки, наверное, оставлю на зиму. Вот, и, следовательно, у меня получается ровно четыре процесса, которых я планирую вышивать именно осенью. Так, ну, еще что хочу сказать. Как вы помните, я вам показывала, вот, что у меня есть. Я, правда, не знаю, какое я видео размещу раньше, но я хочу сказать, это мой дорожный такой маленький наборчик, который я кладу в сумочку. Это белое кружево, олень. Это та работа, которая будет у меня в папочке лежать в сумке. Ну, может быть, буду вышивать осенью, может быть, нет. Так что это такой плавающий процесс. Но все-таки я о нем хотела бы сказать. Я специально собрала его для того, чтобы вышивать, ну, где-то в поездке, или там я куда-то поехала, или я поехала кому-то в гости, там, ну, или еще что-то. Но только не дома и не на даче. То есть такой плавающий процесс. Так что на осень пока у меня четыре процесса. Не могу, конечно, сказать то, что они не будут у меня варьироваться как-то по значимости. Ну, они должны плавать у меня осенью, так сказать, в моем вышивальном мире. То есть это значит то, что, может быть, какой-то будет вышиваться активнее, какой-то будет менее активно вышиваться. Но у меня сейчас лежит основных таких вот на осень, которых я запланировала, четыре процесса. Это плавающий, это, может быть, буду, может быть, не буду. Ну, кто знает, да? То есть основных таких процесса четыре, которые запланированы на осень. Два из этих процесса, они на первом месте Викторианский дом и Аврора И два процесса на втором месте, два долгостроя Это японка и за мечтой золотые ручки Вот, такие пока у меня планы есть на осень Вроде как бы я запланировала, надеюсь, все так и будет Самое главное то, что на осень я ничего не планирую нового начинать Надеюсь, так оно и будет Вот они мои планы на осень 2017 года И их у меня 4 плюс, минус 1 Я пока еще не знаю, ну может быть 4, а может быть будет 5 Ну, опять-таки вот с этим вот плавающим процессом Вот такие у меня планы Я надеюсь, то, что я сдвигаться с них, с этих планов слезать не буду И надеюсь, все эти процессы будут благополучно идти у меня осенью Если будут изменения, я обязательно сниму это видео И сниму другое видео и вам расскажу Всем большое спасибо, что были у меня на канале и посмотрели это видео Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии Добавляйтесь в друзья вконтакте, в одноклассники Участвуйте в моих СП Добавляйтесь в группу вконтакте И подписывайтесь на мою страничку в инстаграме Там все самое свеженькое и самое такое интересненькое Всем еще раз большое спасибо Всем самое главное здоровья и любви И мы с вами увидимся уже в других моих видео чуть-чуть попозже Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok